Желаю еще читать, есть? Мой рассказ называется «Бутория». Девочка появилась на Бутории в субботу. Ей рассказывали, что когда она появилась, Аист подошел, посмотрел и произнес что-то вроде «Раз сегодня суббота, пусть она будет субботией. Хотите ласково назвать, будет субботой. И не надо ее жалеть, как раз именно так оно и лучше будет». Но сколько бы не подходила потом суббота к Аисту, он не говорил ей, почему лучше. Лишь отворачивался к окну, смотрел в земной бинокль и шептал «Скоро сама увидишь». Но разве можно ждать, когда речь идет о твоем прошлом, которое до сих пор остается для тебя загадкой? Все стали называть девочку субботой. Суббота не умела улыбаться, совсем. Не то чтобы не любила, как не любят это делать многие земляне, поговаривали и такое, а просто не умела. Зато суббота могла плести самые-самые снежные венки. Так красиво плести венки никто не умел на этой планете, где никогда не прекращал идти снег, и где плели венки из этого снега. А потом вешали на стену, укратко любуясь перед сном. Почти сразу суббота заметила, что никто здесь не улыбался. Не улыбался маленький беспомощный вторник, постоянно смотрящий в книгу. Не улыбался молчаливый дождь, похожий на сморщенного старичка, и все же остающийся ребенком. Не улыбалась даже смешная и суетливая рыжуха, которую, казалось, любит само солнце. Отчего бы ей не улыбаться? Улыбался один Аист. Да, он это умел. Хотелось бы сказать, умел, как никто другой, но никто, кроме него, не умел это делать. Аист был первым. О нем почти никто ничего не знал, зато сам Аист знал все обо всех. Именно он знал, что, как, почему, иногда даже рассказывал. Иногда зря рассказывал. Но его ценили, на него надеялись, полагались. Больше не на кого было надеяться. Хотя и у Аиста, как и у всех, не все было гладко. Бывало, сидит он с земным биноклем в руках, смотрит, вздыхает. Иногда в его полудетских, полувзрослых чертах лица проступало что-то неулабимо трагичное. И тогда он плакал. Аист прижимался лбом к коленкам и сжимался весь комок. Наверное, чтобы никто его не видел. А когда Аист улыбался, все вокруг становилось оранжевым. Нет, правда. И все сбегались на это оранжевое. И смотрели, 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 пытаясь вобрать, пытаясь повторить. Но ничего не выходило, совсем. Просто Аист умел улыбаться, а они нет. Дождь был вторым. Он был из тех, что прячут взгляд от человека не потому, что скрывают что-то, а потому, что просто не хочется говорить. Говорил дождь редко. Чаще садился под боком у Аиста и молчаливо напоминал ему. Я тут. Я тоже хочу посмотреть в бинокль. А как только брался за этот бинокль, тут уж его было не оторвать. Смотрел всю ночь и совсем не спал. А утром тихо клал бинокль на место и исчезал куда-то на пару часов. Аист рассказывала, что когда маленький дождь возник на Бутории, на небе шел дождь, а сам малыш плакал. Наверное, было отчего. Маме дождя было шестнадцать. В шестнадцать лет она забеременела, в шестнадцать лет рожала и в шестнадцать лет умерла при родах. Малыш носил годы своей мамы, которую та не дожила. Говорят, ее звали Надежда. — Чего ты опять смотришь? Ложись спать! — послышался шепот. Дождь оглянулся. Сзади стояла суббота, новенькая девочка. Она смешно поставила ноги носками внутрь и из-под лоби смотрела на него, теребя подол красного сарафана. — Хочу и смотрю! — буркнул он. — Тебе-то какое дело? Мне ребята рассказали, что ты целыми ночами сидишь и смотришь в этот бинокль. А мне что-то не спится. Расскажи, что ты видишь в этот бинокль? Деревья. Дождь при этом слове стал не похож сам на себя. Его лицо стало непривычно суровым, а брови превратились в одну прямую черту. — Деревья? — приспросила суббота. — У нас тоже было на деревьях. Зачем для этого смотреть в бинокль? — У нас другие деревья. Они как живые, они страшные. При этих словах дождь едва заметно поежился. Их много. Деревья, деревья, деревья. Хотя издалека кажется, что это всего лишь палки. Черные одинаковые столбы. Они нависают над людьми, как конво... А не знак ударения. Конвоеры, конвоиры. Ждающие отмашки для последнего шага навстречу к тебе. Дождь помолчал и прибавил. А еще они руки в мальпе, протянутых солнце в ожидании тепла. Суббота широко открытыми глазами смотрела на мальчика. Так с ней тут никто не разговаривал. Никто не говорил ей такие таинственные, но вместе с тем ощутимо страшные вещи. От которых по ногам бежали мурашки. И что, прошептала Суббота. Что еще ты там видишь, маму? Утро на Бутории всегда было серым и снежным. Оно начиналось с серо-белого цвета и крика Аиста, возвещавшего о начале нового дня. И в этот раз все было так же. Аист важно вышагивал между серыми домиками, попутно заглядывая в окна, проверить, как идет подъем. Подъем шел. Жители Бутории нехотя поднимались со своих кроватей, зная, что их ожидает точно такой же день, какой был вчера. Все дни на Бутории были одинаковыми. Дождь хмуро глядел в окно и никак не реагировал на возню и толкотню вокруг. Суббота уже встала, умылась, но я не терпелась подойти к дождю и расспросить его про бинокль, деревья и маму. Вчера дождь не стал продолжать разговор, а как-то вдруг смутился и буркнул, что ей субботя пора спать, а он тут останется до утра. Девочка ушла, не сказав ни слова, но долго не могла заснуть, размышляя над словами дождя. Потом, потом. Почему ты вчера не захотел со мной разговаривать? Дождь стоял в спинок субботи и даже при ее словах не повернулся к ней. Ты говорил, что деревья через бинокль другие, чем сейчас, упавшим голосом продолжала девочка, и что они солдаты, что ты там видел маму. Дождь резко развернулся и взял девочку за плечи. По его щекам бежали слезы. Суббота потупилась. Она еще ни разу не плакала, поэтому не знала, как нужно себя вести, когда плачет человек, житель Бутории. В такие моменты все молчали и даже уходили, говоря, ему нужно побыть одному. Суббота никогда не понимала, как так можно просто взять и уйти. Никогда нельзя оставлять человека одного, когда ему плохо, что бы ни случилось. Дождь все еще держал ее за плечи. Затем он встряхнул субботу и проговорил. Понимаешь, у тебя еще есть надежда, а у меня нет. У меня есть только эти деревни, у меня больше ничего нет, понимаешь? Ни надежды, ничего нет. Мальчик отпустил плечи субботы и обреченно опустился на стул. — Какая надежда? — Почему у тебя никого нет? А Айс, там и все. — А я? — прошептала суббота. — Ты ничего не понимаешь, — сказал дождь спокойным голосом. Как будто не сквозила только что в его словах безнадежная горечь. — Пойдем. Легенда. Говорят, все дети еще до попадания на Буторию находятся там, внизу. Там, куда смотрят из земного бинокля, начал дождь. Они сидели на бревне на берегу Лекты, единственной реки, которая текла на Бутории. В этой реке никто не купался. Однажды оттуда появилась девочка. Девочку это назвали в честь реки, но купаться в реке уже никто с тех пор не осмеливался. Мало ли что. А дождь продолжал. — Только они не бегают по земле, их еще нет. Зато по земле ходят их мамы. Разные, молодые уже, взрослые, высокие и маленькие, смешливые, печальные. Всех их объединяет одно. Их дети никогда не будут жить на земле. — А почему окончательно запуталась суббота? — Мы эти дети, — просто сказал дождь. — А наши мамы убивают нас, убивают еще до рождения. Они не хотят, чтобы мы были рядом с ними. Они нас не любят. — Зачем ты так говоришь? — закричала девочка не своим голосом. И побежала прочь. Куда угодно, лишь бы не слышать этих слов. Кажется, только сейчас девочка поняла, что значит плакать. — Хочешь посмотреть в бинокль? Аист стоял рядом, переминался с ноги на ногу. И совсем не был похож на твой Аиста, каким суббота привыкла его увидеть. — Возьми. Девочка, не веря тому, что происходит, взяла бинокль в руки. Медленно оглянулась на Аиста. Тот правильно понял ее взгляд. Но прежде чем выйти, он оглянулся и предупредил. — Что бы ты там ни увидела, суббота, помни. Всегда есть люди, которые тебя не покинут. Это мы. Суббота медлила. Она боялась поднести глазам земной бинокль. Что она там увидит? Ну просто так усидеть на месте тоже было нельзя. Ведь там на земле есть то, ради чего стоит жить. И суббота поднесла бинокль глазам. В земном бинокле был свет. Белый. Настолько белый, что суббота поначалу зажмурилась. Но потом снова открыла глаза и пригляделась. Это же комната. Просто она вся белая. И посередине она. Ее мама. Суббота это сразу поняла. Девочка жадно прижала бинокль глазам, чтобы вобрать в себя все, 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 что касалось этой женщины. Но вбирать было нечего. Просто белая комната. И только. Минута, вторая, пять минут. Ничего. Неподвижная белая комната с лежащей на кушетке женщины. И ничего более. Человек живет и привязывается невидимыми нитями к людям, которые его окружают. Наступает разлука, нити натягиваются и рвутся, как струны скрипки, сдавая унылые звуки. И каждый раз, когда нити обрывается у сердца, человек испытывает самую острую боль. Промолвил Айс, а суббота замерла. «Это вы сами придумали?» – прошептала она благоговее. «Нет, что ты!» – вздохнул мудрый Аист. «Это написал один писатель, из тех, что на земле. Так произошло и с тобой. Нить между тобой и твоей мамой настолько сильно натянулась, что вы оба испытываете боль». «Нет!» И чувства снова всколыхнулись в девочке. «Мама меня не любит. Любит. Ты не такая, как мы. Белая комната, которую ты видела, там твоя мама. Она от тебя не отказалась. И пока она там лежит, у тебя еще есть возможность вернуться на землю. «То есть моя мама, она меня любит?» «Конечно, суббота!» Девочка вскрикнула, обняла Аиста. Тот смахнул слезы с щеки и обнял девочку. И тут суббота почувствовала, что сзади кто-то трогает ее по плечу. Она оглянулась. Это был дождь. «Если когда-нибудь у тебя будут дети, – прошептал мальчик мне, глядя на нее. Никогда от них не отказывайся, слышишь? Никогда!» Девочка вернулась на землю. В следующую же субботу ее мама пришла в себя. А в бинокле за ними наблюдали все жители Бутории, поочередно ухватывая друг у друга бинокль. Понравилась такая идея, вообще тема «Животрепещая». Я сначала думала, когда начала читать, что-то такая сказка будет интересная. Какая-то ассоциация с маленьким принцем прошла. Но потом, когда все оказалось так, как оказалось, тема очень интересная, «Животрепещая» такая. Действительно часто так думаешь, что вообще с теми детьми происходит, от которых так отказываются. Ну, Алина прояснила ситуацию, она мне понравилась, ее версия. Очень интересно вообще, очень чувственно. Там на таких эмоциях написано, я бы просто распакалась. Наверное, даже в конце. Если бы, то, кстати, в более неформальной обстановке это слушала. «Можно, можно». Спасибо. Тем более операторы на готове. Представляете, какой был бы кадр. Издеваетесь. Нет, ну правда, мурашки аж бегут. Просто настолько здорово написано. Убедительные очень диалоги. Ничего лишнего, но все действительно так искренне и правдиво. Мне очень понравился такой по-настоящему добрый и позитивный конец. Потому что сейчас все время в литературе такое, что все умерли, там, не знаю. И могло бы так кончиться, что она, ну мама, что ее не любит, там, как-то. Так оказалось, что мама ее любит, а ее любовь. По крайней мере, все живы. Это очень понравилось конец. Ну, кое-что все-таки кончилось по-хорошему. Я бы сказал, что хороший конец. Он не совсем хороший, но действительно есть какой-то проблеск. Знаете, что еще я хочу подчеркнуть? Да, помните, я говорил на прошлой лекции, опять буду сам себя цитировать, что все-таки настоящая фантастика, это не сама цель, а расширение сцены действия. Это способ подчеркнуть какие-то порой чисто земные коллизии. Вот здесь, мне кажется, что фантастика как раз служит этой цели. Расширить сцену, расширить пространство для развития сюжета и в то же время коснуться наших чисто земных и отнюдь не всегда веселых проблем. Что мне еще понравилось в рассказе, когда я читал его, что мой редакторский зуд почти не напоминал о себе. Обычно, когда я читаю какую-нибудь вещь, я то и делаю. У человека какие-то лишние слова, что-то правлю, расставляю абзацы, убираю там лишние запятые. А здесь я читал, как читатель, там текст почти не требует правки. Но, может быть, я верно себе несколько раз убрал лишнее слово «этот» или «свой». Ну, в общем-то, это мелочи. Так что литература в чисто стилистическом плане тоже сделана очень неплохо. Зачет вполне заслуженный. Спасибо. Ну, я уже представлялась на прошлом занятии, читала. Меня зовут Шушина Уанна. Хочу прочитать такую. Ну, не знаю, может быть, это песенка без мелодии. Может быть, просто стих. Не знаю. Только погромче, ладно? Хорошо. Распечаток нет. Я его видела. Он уходил на север. Пушистый и встрепанный, словно замерзший щенок. Конечно, вы можете мне не верить, но я его знала. Он вполне мог. Разбрасывать звезды, гасить миры. Он знал правила каждой игры. Курил сигареты. Его имя Карл. Карл фон Либерклок. Он маленький карлик огромных разбитых дорог, ведущих на север и в горы дорог. Сейчас я не знаю, но раньше он мог. Разбрасывать звезды, гасить миры. Он знал правила каждой игры. Курил сигареты. Дорога моя лежит на восток. И значит, мне встретится Карл Либерклок. На сером большом перекрестке больших судьбоносных дорог, где будем вместе. Разбрасывать звезды, гасить миры. Придумывать правила новой игры. Курить сигареты. Он маленький карлик огромных дорог, ведущих всегда на север, который умеет курить сигареты, разбрасывать звезды и перья. Аня в прошлый раз сказала с некоторой обидой, что о ее стихе слушают, но никто ничего не говорит. Я ей уже объяснял, что говорить о стихах довольно трудно что-то конкретное. Они, в общем-то, они цельные. Да почему стихах? Я когда рассказ читала, мне тоже никто ничего не сказал. А стихах то же самое. И какое? Поле, что ли? Ну, так что, по-моему, сказали, что хороший рассказ. Почти ничего не сказали. Я бы с удовольствием предложил в какую-то публикацию, в какую-то студенческую газету, пока вот эти вопросы решают с некоторым скрипом. Нет, поле рассказ хороший, о чем говорили. Ну, мы же говорили на эту тему. Единственное, что я только... Помните, один конкретный спор у нас вышел по поводу возраста девочки. А это вот стихотворение, оно мне нравится. Вот я его сейчас прочитал, и потом заберу, наверное, дома еще почитаю. Оно создает настроение, оно создает сказку, оно создает какое-то, ну, доброе отношение к персонажу стихотворения, доброе отношение к себе, может быть, к тем, кто будет это читать. Вот. А говорить там, конкретно копаться в каких-то рифмах, в чего-то... Я, во-первых, еще не прочитал внимательно, а во-вторых, как-то, честно говоря, и не хочется. Есть вещи, которые не хочется лезть скальпелем, препарировать. Есть стихотворение, получилось, значит, получилось. Ну, а, в общем-то, чего все молчите-то сегодня? Нет, все, пора кончать занятия. Я имею в виду не нынешнее, а вообще. Все, потенциал творческий иссяк. Я имею в виду говорильно-творческий потенциал. Не надейте свои стихи, я вам читать сегодня не буду. Потому что я их забыл. Выступать желающих нет. Не обижайтесь, я объясню причину, почему мало выступающих. Только сегодня больше никто читать не хочет. А поскольку я свои стихи забыл, да я и не собирался читать свои стихи, мне зачет не нужен, в конце концов. Может, как-то в следующий раз. Тогда поговорим о том, что мы будем делать дальше. Дальше, в понедельник, я хочу сделать такую вещь. Чувствуя, что вы в нарастающем цепь ноте, а у меня исчерпывается запас тем и материала, я хочу... Вообще-то, у нас 16 лет лекций полагается, прочитано 14. Я хочу следующую лекцию склеить из двух. Объединить две темы. Детская литература и значение литературы вообще. Потому что особо говорить о современной детской литературе я много, наверное, не сумею. А значение литературы вообще говорить можно до бесконечности. Какой в этом смысл? Поэтому мы так композиционно завершим. А потом, если у кого-то из вас хватит в соответствии с расписанием в конце декабря прийти еще на 16-ю лекцию, то мне хотелось бы коснуться тех вопросов, которых касаются сейчас слушателей и зрителей вот этих наших лекций в интернете. Лекции-то ведь идут. Их ведь, в общем-то, как сказали мне здесь в ректорате, не в ректорате, а как он называется, ну, не важно, про лектора Филипова, как сказали, что их прочитал, уже прослушал свыше 7 тысяч человек. Идет какой-то подсчет. Прямо скажем, все в эту аудиторию не влезли бы. Вот, и они шлют какие-то свои вопросы на разных форумах. Вопросы не всегда интересные для меня, по крайней мере. Иногда они повторяются, иногда и хидные. Вот я уже говорил. Но мне вот хотелось бы на последней лекции как раз коснуться этой большой аудитории, ответить на какие-то вопросы. Может быть, такие вопросы возникнут у вас по отношению ко мне как к автору, по отношению как к преподавателю, по отношению кому угодно, как хотите, чтобы вы могли тогда все это дело завершить.